Добрый день, с вами сегодня на библейском портале Экзегет, портери Александр Тимофеев и мы поговорим сегодня о очень интересных находках, которые были сделаны в области библейской археологии в последние десятилетия и о том, насколько они изменили на самом деле наше представление о подлинности библейских событий, библейских историй, как они пролили свет на самую раннюю историю Израиля, на историю исхода и расселения и как это помогает нам в понимании Священного Писания, тем более, что вот буквально недавно был три месяца назад сделан доклад о самых новейших открытиях, то есть то, о чем мы с вами будем говорить, вещи очень новые, введенные некоторые в оборот буквально недавно, тем интереснее, потому что библейская археология, если посмотреть на ее, скажем так, значение для библистики, это основной поставщик новостей, все время, если что-то новое нашли, то, скорее всего, это будет связано с археологией. Редко можно найти какую-то надпись, это крайне редко, а вот сегодня мы как раз поведем речь о древнейшем, по сути дела, фрагменте текста Ветхого Завета, который известен в истории человечества, который дошел до нас в подлиннике. Но прежде чем я расскажу об этом, давайте некоторую предысторию. Вот сейчас мы с вами рассмотрим период, связанный как раз с расселением народа израильского в Святой Земле. Мы помним, что порок Моисей подвел народ израильский к Святой Земле буквально вот к Иордану, но Господь не допустил ему войти в эту землю. Есть несколько причин. Моисей имел некоторые грехи, конечно, они были совершенно незначительными, по сравнению с тем, как весь Израиль грешил, но с таким великим человеком и искушения ему были даны великие. И вот он должен как бы показать был на личном примере, что даже самый лучший человек, он ошибается, он не может. И Ветхий Завет как бы символизируется самим Моисеем. Он подводит, как Моисей, людей к земле обетованной, но ввести не может. А ввел Иисус на вин, который сам по себе символически, даже в своем имени, прообразовал Господа Иисуса Христа. Потому что вход в землю обетованную – это символ вхождения в Царствие Небесное. Ну вот обычно так в типологическом смысле святые отцы в виде символов Моисея и Иисуса на вина как раз объясняли. Но вот мы сейчас возьмем один очень интересный аспект для изучения. В книге «Второзаконие» – это последняя книга из пяти книжек, в 28 и 27 главах говорится о том, что даже должен быть народ израильский сделать, когда перейдет в землю обетованную. Я сейчас прочитаю начало 27 главы. «И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря, «Исполняйте все заповеди, которые заповедуют вам ныне, и когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего. Когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни, те, как я поливаю вам сегодня, на горе гивал, И обмажьте их известью, и устройсь там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на ней железо. Из камней цельных устрой жертвенник Господу Бога твоего, и возноси на нем все сожжение Господу Богу твоему. И приноси жертвы мирные, и ешь, и насыщайся там, и веселись перед Господом Богом твоим. И напиши на камнях все слова закона, всего очень явственно. Вот такое повеление было дано. Пророком Моисеем, народу, то есть Моисей уже находился в этот момент на исходе своих лет, да, мы знаем, ему было около 120 лет, когда он умер. Причем говорится в Священном Писании, что крепость его не ослабла, да, вот он прожил больше, чем обычные люди. Вот, но он прозорливо видел то, что должно было произойти, и должны были не прийти на гору Гевал, что это за гора Гевал. Известный город Сихем, Шхем по-юбридски. Он находится в Седловине между двумя горами, Гевал и Горизим. Две горы. Вот, кто внимательно читает Новый Завет, в Евангелии от Анны есть сюжет, с Самарянкой, помните, там, да, Самарянка выходит из Сихарь, такое маленькое местечко. Это буквально выселки от того же самого Сихема, и она указывает на гору Гуризим. Вот это то самое место, собственно говоря, о котором сейчас мы будем с вами вести речь, только все происходящее, ну, почти за полторы тысячи лет до Господа Иисуса Христа и до его встречи с Самарянкой происходит. Сихем вообще сыграл большую роль, он впервые появляется в библейской истории в эпоху патриархов. Вот, еще в книге Бытия говорится, что и прошел Авраам по земле, сей до места Сихема, до Дубравы море. Не путайте ее, правда, с мамврийской Дубравы, которая находится около Хеврона, там, где вот известное явление святое Троице было Аврааму, там, Мамврия она обычно у нас называется, а это Дубрава море. В этой земле жили Ханани, и там в 12 главе книги Бытия говорится, явился к Господь Аврааму и сказал, потом, что твоему я отдам, отдам я землю сию, и создал он там жертвенем Господу, который явился ему. То есть история-то очень старая, на самом деле, с Сихемом задолго до исхода. Авраам там кочует когда-то, да, переселяет с места на место, там он ставит первое жертвенем Господу. Дальше там продолжается история, вот туда периодически в своих кочевьях, потому что кочевой образ жизни, вот патриархи возвращаются, Исаак, Иаков. Известный колодец Иаков в определенный момент на земле появляется там, потому что Иаков должен где-то поить свои стада, и, видимо, эти колодцы контролировали, даже выкупали у местных жителей, может быть. Вот колодец Иаков, кстати говоря, сохранился даже до сего дня, там сейчас построен православный храм, и вот кто в Сихем приедет в нынешний город, вот это он называется по-арабски Наблус, это, я скажу, Наблус, позднее римское название, время Воспися, новый город. Вот, неаполис, Наблус, вот, тут может увидеть православный храм, построенный как раз вот над колодцем, и у нас нет основания сомневаться в том, что этот колодец очень древний. В нем, кстати говоря, прекрасная вода, можно пить, я пил, мне понравилось. То есть, видите, значит, Иаков, пожалуйста, там, и еще один момент важный, ведь Иаков-то заповедовал себя после переселения в Египет похорониться вместе со своим отцом, со своим дедом, с Авраамом, Авраам, Исаак и Иаков похоронены в Хевроне. А Иосиф был похоронен в Египте, вот, во время исхода тело его, мумифицированное, видимо, по египетскому обряду, поскольку он был по должности своей важным чиновником, да, египетским, они берут с собой, и вот там Сихим погребают, и в Сихим действительно находится, это, если нам прекрасно известно, могила Иосифа. То есть, это тоже вот, как бы, в этом процессе вот этого переселения произошло. Поэтому не нужно удивляться насчет того, что Моисей, который никогда не был в Святой Земле и не мог ее перейти, указывает прямо вот на гору Гевал, на Сихим. Вместо этого было хорошо известно из преданий. Есть, кстати, еще один момент такой, очень интересный Сихим, ведь Иисус Новин, перешедший Иордан вместе со всем народом, должен все города разрушать. Хананеев он должен истреблять, да, прямые повеления об этом даны. В книге «Второзаконие» описано первое столкновение с разными племенами, которые встречаются им по дороге. Про Сихим ничего не говорится, что он должен быть истреблен. Напротив, в Сихиме должен быть повторен завет. Вот как мы с вами только что прочитали в книге «Второзаконие», да, вот это повеление. С чем это связано? У меня есть некоторые предположения, на самом деле, я не первый, кто делает предположения. Есть, скажем так, у археологов тоже некоторое, так сказать, такое объяснение, что, возможно, там кто-то оставался из родственников. Не все ушли вместе с Иаковым и его сыновьями при переселении в Египет. Поэтому их, оставшихся жить около Сихима, может быть, даже в самом городе, нужно было также включить завет. То есть, место это для повторения завета очень другое. Почему завет должен быть повторен? Ну, помнишь, что 40 лет станствования, да, рождаются дети в это время. Не все были, разумеется, изродившихся после сенайского законодательства включены в таком смысле, да. То есть, по сути, сменилось поколение, потому что 40 лет – это возраст именно поколения. И вот они должны быть включены в завет, они должны повторить, они должны как бы увидеть явившуюся силу Божию. Уже не в виде просто столпа огненного и облачного, предшествовавшего своему народу во время исхода, не в виде брака, сгустившегося над горой Синай, да, вот этого всего. А увидеть Господа как предводителя своего народа, победоносного, следуя которому они берут землю, обещанную им. Но для этого сам Израиль должен быть в завете. И вот как раз на горе Гевал и Горизим должны встать, значит, колено, да, здесь вот в книге второзакония перечислены. На горе Горизим, чтобы благословлять народ, встают Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Иосиф, Вениамин. А на горе Гевал, это 27 глава, 13 стих, должно бы проносить проклятие. Кто? Рувим, Гат, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. И вот дальше у нас следует 12 проклятий на горе Гевал, которые проносятся. И в 28 главе благословение за послушание, да, тем, кто будет исполнять закон, кто будет в нем находиться. Причем они как бы противоставляются, да, здесь видно даже симметрию. Гор на самом деле одинаковые, почти гора Гевал и Геризим. Можно представить, как достаточно многочисленный народ израильский стоял на склоне, и вот все вот это произносил благословение и проклятие. Ну, какие примеры проклятия здесь? Давайте сейчас прочитаем, потому что нам дальше пригодится. Значит, начинается с, соответственно, с последовательностью заповеди о поклонении Господу, известно как Деколог, 10 заповедей, да. Проклят, кто сделает из военной или литой кумир. Мерзость перед Господом, произведение рук художника, и поставит ее в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет Аминь. Аминь. То есть, да, будет так, подтверждают, да. Проклят, злословящий отца свою или матерь свою, и весь народ скажет Аминь. Проклят, нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто слепого забивает с пути, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и удаву, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с сестрой своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с тещей своей, весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролит кровь невинную, и весь народ скажет «Аминь». Проклят всякий человек, кто не исполнит всех слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». Вот, можно, кстати говоря, проанализировав последовательные заповеди этих, увидеть, они ведь не просто так даны, причем и проглятие, особенно вот некоторых нравственных поступков, причем таких, которых мы к тяжелым грехам относим, вот всякой половой нечистоты, извращения относятся, очевидно, по той причине, что местные народы этим занимались. То есть, Израиль не должен смешиваться с ними, он должен противостоять, должен понимать, что действительно тот, кто приступает к этим заповеди, оказывается вне завета, да, вот значение этих проклятий, они как бы четко ограничивают, кто есть верующий по-настоящему человек, кто такой боящийся Господа, кто такой член общества Господня, да, вот этой Ветхозаветной Церкви. Ну и напротив благословение, да, за послушание, вот, то есть все благословения придут на тебя и исполнят тебя, если будешь, глаз Господа Бога своего, благословен ты в городе, на поле, благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод волов, и плод овец твоей, благословен ты при входе твоей, благословен ты при входе твоей. Ну и дальше, не буду вестяк читать, эти главы можно почитать внимательно, ознакомиться, значит, вот есть такая серия благословений. Вот история изложенного второзакония повеления, а в книге Иисуса Новина, в восьмой главе, то есть когда уже перешли Иордан, исполнение этого, оно несколько короче изложено, вот, то есть здесь не повторяется, но в восьмой главе говорится о построении жертвенника, как раз на горе Гевал. Восьмая глава, 30 стих Иисус Новина. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилю на горе Гевал, как заповедовал Моисей, раб Господень, сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева, жертвенник из камней цельных, на который не поднимали железо, и принесли на нем все сожжения Господу и совершили жертвы мирные. Что еще отмечено? И написал Иисус там на камнях список с законом Моисеева, который он написал перед сынами Израилевыми. Весь Израиль старейшина, военозиратель его и судьи его стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, причем здесь отметено, как пришельцы, так и природные жители. Вот, кажется, разгадка, о которой он говорил, упомянуты пришельцы. Кто такие пришельцы? Это тот, кто пристал к народу Израилеву, тот, кто не был с ними изначально, вот в момент исхода, да, и в последствующие 40 лет. Или, может быть, пришельцы могли отнестись даже тех, кто из других племен, наоборот, вышел из Египта вместе с народом Израилевым, не будучи по происхождению потомком Якова. Вот, ну вот о них говорится. Иисус прочитал все слова закона, благословение и проклятие, как написано, да. Вот, из всего, что Моисей заповедовал Иисуса, не было ни одного слова, которое Иисус не прочитал бы перед собранием Израиля, перед мужами и женами и детьми и пришельцами, находившимися среди них. Вот так достаточно коротко, но определенно говорится как раз. И вот в 33 стихе как раз говорится, что половина становится на горе Зим, другая на горе Гевал. То есть пришельцы, очевидно, должны были быть включены в какие-то из упомянутых колен. Не перечисляется, кто в какие, как их распределяли, трудно нам сказать, но, наверное, это было как-то сделано. Кто не вступал в этот завет из пришельцев, то есть они, как говорится, оставались чуждыми, очевидно, по закону Моисеева они подлежали истреблению. Поэтому, в общем-то, для жителей Сихема альтернативы не было. То есть все было достаточно определенно, но они, с другой стороны, были в лучшей ситуации, чем жители Иерихона и Легая, которые действительно были уничтожены полностью. То есть еще раз подчеркну, что очевидно, такое избирательное отношение к жителям Сихема. Почему? Потому что были причины, основания, то есть оставалось какое-то родство, видимо, хотя бы у части из них. Однако, само по себе поискование достаточно понятно. В библейской критике, начиная с 19 века, возникли очень большие сомнения в том, что книга второзакония и книга Иисуса Новина принадлежат по своему происхождению, что называется, перу пророка Моисея и Иисуса Новина. В начале 19 века немецкий ученый Деветте высказал некоторые предположения в связи с его представлением о том, как могли возникнуть книги. Он предположил, что второзаконие – это тот самый текст, который нашли в храме при ремонте всего времена царя Иосии, то есть что-то около 621-622 года дождества Христова, конец седьмого века. История такая, что Иосия молодым зашел на престол, его отца убили, против него заговор, в Священном Писании он в четвертой книге царства отрекомендован как очень благочестивый с детства, действительно. Ну вот он предположил, что им манипулировала какая-то группа священников и вовсе не нашли в тот момент книгу закона в храме, а написали, сославшись на каких-то там древних авторитетов, которые там, может быть, и были, когда-то и жили действительно, были какие-то вожди народа израильского, Моисеи или Иисус Новин, но они не были тем не менее авторами вот Священного Писания, были там не более чем племенными вождями. И вот Деветто, значит, изложил концепцию того, что книга Второзакония, это, по крайней мере, ее часть, которая называется книга Завета, да, то есть, собственно, где данные заповеди, это написаны при дворе царя Осии священниками, группой священников, то есть, это Хелкия, это Шафанписец, там первый священник Хелкия, Шафанписец, и еще какой-то группой, так сказать, под их влиянием, Священное Писание, которое выдали за все остальное. И эта часть является древнейшей, а остальная часть этих книжек написана еще позже, или в эпоху Вилона, Вилонского плена, или в послепленный период, когда, наконец, там, священнический кодекс складывается под руководством Ездры. Все эти книги объединяются в закон Моисеев и носят его имя, ну, чисто символически, позволится какому-то древнему вождю. Надо сказать, что это крайне популярная теория в 19 веке была воспринята, ну, большей частью библиотекритики, и даже до сего дня, более того, в 20 веке возникло понятие второзаконнической истории, которую присоединили к книгу Иисуса Новина, и вот объединив их, скажем так, с точки идеологии, с эпохой Иосии и с текстами времен Иосии, предположили, что все это нужно было ради того, чтобы Иосия мог объединить, значит, все колена вокруг жертвенника в Иерусалиме, вокруг единого Бога. Говорится, ну, с точки зрения идеологии, понятно и удобно, да. Один Бог, один храм, один жертвенник, одна столица, один царь, да. Там напоминает какой-то слоган из рекламы какой-то современной, да. Вот, и вот с этими идеологическими целями и пишется. И вот до сих пор это, в общем-то, общепринятое в библейской критике положение, которое, скажем так, может видоизменяться с точки зрения анализа каких-то частей, могут где-то меняться датировки, ну, в общем, идея сохраняется. Вот такая. То есть, очевидно, вся библейская история в свете такого предположения выглядит по-другому. Ну, вот, с чем мы с вами сейчас познакомимся, это, знаете, вот есть, ну, некоторое соотношение между археологическими данными, которые мы вскрываем во время раскопок, и сама картина-то выстраивается, на самом деле, десятилетиями, то есть не так быстро. Ну, и, значит, традиционной библейской истории, которую мы с вами прочитали, посмотрели, да, и, собственно говоря, критическим предположением. А дальше история начинается, на самом деле, очень интересная, поскольку Сихем довольно неплохо был исследован в 20 веке с археологической точки зрения, вот, и постепенно открылись очень интересные вещи. Очень интересные вещи. Значит, библейский город Сихем, он сейчас вокруг, скажем так, Телья небольшого, Тель-Балат он называется, это центр современного Наблуса, то есть, если вы туда приедете, вы, собственно говоря, спросите, где Тель-Балата, древний Сихем, местные жители вам сразу покажут, и между такими домами, знаете, пятиэтажками, почти как похожими на наши советские, в каком-то смысле, они, кстати, во многом и строятся по тем же проектам, вам покажут, что это вот древний Тель, посмотрите на фотографию, с остатками храма, на фотографии у нас вот этот вот вертикально поставленный камень и Теменос, Теменос это священное место. Храм этот был разрушен, там стоял храм бронзового века, как Анонейский, и вертикально поставленный камень, ну, поставленный вторичный, после того, что нашли на раскопку. Причем, кстати, говоря, обратите внимание на фотографии, там есть такие какие-то темные пятна. Когда первый раз туда приехал, было жарко, ну, жарче, чем сейчас, градусов там под 40, наверное. Я говорю, смотрю, жертвенник этот как будто водой, блит, у меня какой-то вот противоречие, вода мгновенно высыхает на камнях. Потом я сообразил, что это масло, то есть до сих пор местные жители самарян приходят и возливают на этот жертвенник по каким-то своим, так сказать, религиозным причинам масло. Представляете? То есть повторяя практически то же самое, что делали Авраам, Яков в те времена, то есть возлить на каменный жертвенник масло еще по патриархальному до Моисееву религиозному обряду считалось, значит, вот такой вот символический жертвой. Значит, исследовали несколько раз, этот отель, вел раскопки Райт, Джон Эрнст Райт, дальше в 50-х годах, в 40-х, 50-х годах, в 70-х, 80-х годах его раскапывал Лоренц Тейджер, и, в общем, там достаточно интересная история бронзового века, храм там тоже был большой, ханонейский, доизраильский, который перестраивался на несколько раз, но вот последний его извод на самом деле построен, видно, что он перестраивается уже в административное здание. Очевидно, это в израильские времена, то есть храм сносит языческий, языческий, и фундамент используют для построения какого-то административного здания, вполне какие-то функции интересные. Но на самом деле сюрприз наибольший принесли не раскопки этого жертвенника, а исследование вершины горы Гевал. На горе Горизим на самом деле тоже находится жертвенник, который используется сейчас самарянами, местными жителями. Он используется в то же время Новый Завет. Помним беседу спасителя о самарянке, когда самарянку указывают на гору, который ее предки приносили жертву истинному Богу. Храм перестраивался, был снесен римлянами, потом еще раз снесен, еще раз снесен. Сейчас там некоторый музей самарян, храма своего нет, но есть жертвенники в виде таких ям. Ямы, собственно говоря, главный жертвенник, на него кладут решетки и на нем приносят жертву. Не совсем так, как указано по закону Моисеева, то есть каменного возвышения нет. Но, тем не менее, это единственное, кстати говоря, место, где можно посмотреть практически так же, как в библейские времена потомки колена Левина, левиты и священники приносят жертву. В интернете масса фотографий, есть туристов, которые там бывали. Мне, конечно, не приходилось ни разу бывать на самарянскую Пасху. У нас она незадолго до Пасхи христианской, есть чем заняться священником в храме в это время. Но это все производит некоторое впечатление. То есть там в белых одеждах, в белых резиновых сапогах, буквально там по колено, по щеколотку в крови, приносят ягнят, агнцев, так как это в законе Моисея ему указано. Хотя, как мы понимаем, жертвенник-то не тот. С какого времени он там существует? Тот жертвенник был альтернативой иерусалимскому. А вот на горе Гевау было сделано в конце 80-х годах уникальное открытие. Израильский археолог Адам Зерталь проводил исследование на территории полуколен Моносии и Ефрема. Это как раз территории вот этих вот колен, которые там обитают. И местные самаряне прекрасно помнят, что именно от этих колен они происходят. В музее Самаряна, если вы туда пройдете, там интересно очень. Сын первосвященника Самарянского вводит экскурсии, показывает. Они объясняют, от каких колен они происходят. Он из колена Левина, понятное дело, свое начало ведет. И вот исследования проводились. В частности, обзор. И был найден жертвенник. Раскопан жертвенник на верхушке горы Гевала. Его не сразу нашли. Вот во время раскопа Сихемы, по той причине, что там Сихем в седловине некоторые, а это даже за верхушкой горы Гевала, то есть его снизу не видно. Он находится не совсем в очевидном месте. Однако, как мы с вами видим, в книге Иисуса Новина сказано, жертвенник именно горы Гевала. Вот посмотрите на фотографии общий вид этого места. Достаточно большой. Тут есть площадка, которая окружает этот жертвенник. Такая продолговатая, в виде как будто стопы такого следа. То есть он достаточно долго использовался. Где-то там стоялась кинья, по всей видимости. И зона жертвенника, она тоже отдельна. Ну, где стоит скинье, точно нам непонятно, потому что там никаких следов не осталось. А вот жертвенник, обратите внимание, он достаточно неплохо выглядит. Вот фотографии 86-89 года, время раскопок. И вот, пожалуйста, еще следующий кадр. Это реконструкция жертвенника на горе Гевал. Здесь тремя цветами показаны разные элементы. Обратите внимание на зеленом, выделены нижние камни. Вот это, собственно говоря, наиболее древняя часть этого жертвенника. Наиболее древняя часть этого жертвенника. Раскопки в районе этого жертвенника дали очень интересные результаты. Во-первых, там есть какое-то количество керамики, которое показало, что это, собственно говоря, поздняя бронза. Потом было найдено достаточно много глиптики, то есть мелких разных бус, изображений. И в том числе два скоробея. Один из этих скоробеев, посмотрите на картинке, может быть датирован как раз временем Тутмоса III. То есть это там примерно что-то 1425 он закончил править, то есть середина XV века. Присылось направление Тутмоса III. То есть после этого времени где-то он мог оказаться здесь. То есть верхняя, соответственно, граница, вот это время правления. И был найден еще один скоробей, который может датируется, похоже на времени правления Мрамзеса II, а это XIII век. То есть если, так сказать, в условную серединку возьму, ну, 1250. Но вот эти вот два скоробея, они дают нам как раз время использования этого жертвенника. То есть конца, с последней там третьей, четверти XV века и до середины XIII века. После этого он заброшен. Хотя здесь он был перестроен. Вот еще раз покажу кадр. Значит, вот эта вот часть синенькая и оранжевая отмечены на изображении. Это как раз уже перестроенный жертвенник. А вот зеленым внизу, зеленым внизу, это, так сказать, датируется древнейшая его часть. Что интересного в этом жертвеннике? Мог ли это быть какой-то ханрейский жертвенник? Может быть, это не жертвенник. Может, это еще. Разумеется, на Адаме Зертале, который определил это, как тот самый жертвенник Иисуса Новин, тут же обрушился вал критики от достаточно либерально настроенных библейстов. Предположение было, что это там башня шхемская, например. Другое предположение, что это хананейский жертвенник, а вовсе не израильский. Но поскольку исследовали его достаточно подробно, было достаточно много серьезных аргументов найдено в пользу того, что жертвенник именно израильский. Ну, во-первых, проанализированы кости, фрагменты костей всех животных, которые там были найдены в засыпке этого жертвенника. Порядка сотни фрагментов, палеозоологи, правда, мельчайшим, под микроскопом и под, как говорится, пристальными взглядами проанализировали со всех сторон. Они принадлежат все вот эти фрагменты, за некоторыми исключениями, сейчас скажу, какое исключение, каким-то ягнятам, которые подходят как раз под принесение жертвы по закону Моисея. То есть это единолитный агнец, либо козла, либо ягненок, баран молодой, которые как раз являются чистыми животными исключительно. То есть там нет нечистых животных, это очень важно по закону Моисея. Было найдено буквально несколько костей, которые идентифицировали как кости зайца и ежа. Откуда они взялись, на самом деле очевидно, это высокое место на горе. Местные орлы, которые охотятся на вот таких животных, хватают их и обычно садятся покушать на какое-то высокое место. Вот на этот жертвы, видимо, в данном случае. Ну, собственно говоря, вот кого они могут поймать, там орлы не очень большие. Может быть еще какие-то хищники, хищные птицы местные, там зайцы и ежи, которые здесь. То есть очевидно их не приносили в жертву, это нонсенс, зайцы в жертву. Ну, бывает иногда, конечно, визитические жертвы у них, но это крайне редко. А вот каких-нибудь свиней, например, или еще каких-то животных, которые по закону Моисея являются нечистыми, там нет. В то время, как, допустим, филисимских жертвенников, свиных хостей полно. То есть их же приносит. Ну, и еще кого-нибудь. В общем, понятно, да, как это определяется палеозеологами. Ну, по суставу, на самом деле. Если найден суставчик, любой палеозеолог, посмотрев на него внимательно, скажет, что он возраст. То есть сколько лет там животному примерно, молодое, но старое, болело, не болело, там все здоровые и молодые. То есть отобранные специально, вот так, как и сказано, в законе Моисея, то есть не имеющие порока. Это очень, на самом деле, интересный состав, скажем так, жертвенных животных, которые подтверждают нам независимо. Но дальше исследования были закончены. Почему? Потому что политическая история поменялась. Началась антифада. Ученым с израильским паспортами, например, вообще практически въезда нету туда. И если с российским паспортом очень хорошо можно перемещаться по арабским территориям, об арабской автономии, то на самом деле многие археологы, у которых только израильский паспорт, ну просто ехать не могут и запрещено. Тем более место достаточно, скажем так, напряженное отношение. Почему? Потому что у ряда иудейских ортодоксов могилы Иосифа, наоборот, пользуются большим почитанием. И туда прям под защитой буквально солдаты танков, иногда, кажется, паломники въезжают, вот, и, так сказать, там, совершают празднование и уезжают. Такое там раз в год бывает, как я знаю. При этом в момент антифада там даже был такой, что взорвали купол над гробницей Иосифа и его сквернили специально, потому что местные арабы, как бы, рассматривали, они себя-то возводят к Аврааму, но не к Якову и не к Иосифу. Для них это как раз, так сказать, место не является почитаемым. Наоборот, это символ израильского присутствия. Ну вот такая проблема. И исследования там не проводились довольно долго, но вот не так давно группа ученых, это американцы в основном, стала проводить раскопки в Силоме, известнейшее библейское место. Силом на синодальном переводе, по-евдейски Шило. Это место, где находилась Скиния до середины XI века. Пока, наконец, во время филистинских войн Силом не был сожжен, а ковчег Завета не был захвачен. Только царь Давид его возвращает. Вот Скиния вместе с народом израильским, она переходит несколько раз с места на место, и вот Силом это, собственно говоря, вот перед Иерусалимом последняя, что называется, такая длительная остановка. Силом на долгое время, в период Сурии, становится местом единого жертвенника, куда на все празднования собираются племена, колена народа израильского. Группа ученых из библейской археологической ассоциации стала проводить там раскопки. Много чего нашли, но в том числе решили пересмотреть вот этот вопрос с жертвенником на горе Гевалу, потому что он очень много споров вызывает. Поехали туда, взяли и привезли грунт для мокрого просеивания. Мокрое просеивание – это метод, при котором отвалы после археологических раскопов буквально просеивают через сито и промывают с душем. Почему это полезно? Вы знаете, всякие мелкие глиптика, монетки, еще какие-то остатки, в силу того, что они покрыты грунтом и грязью на взгляд неотличимы, мы реагируем в первую очередь на цвет с вами, только в вторую очередь на форму. Поэтому, когда промываешь, сразу видно отличие в свете, а так вот можно и заметить. Я вот сколько раз работал на археологических раскопках, с этой проблемой сталкивался, поэтому метод мокрого просеивания он сейчас активно используется. И вот они взяли старые отвалы от экспедиции еще Адама Зерталя, стали промывать, и надо же, нашли совершенно изумительную вещь, которую никто никогда раньше не видел и не мог ожидать. Была найдена маленькая свинцовая табличка, посмотрите, вот она у нас здесь, буквально ряд растерянный линейка 2 сантиметра, она чуть больше, там буквально 2,5 сантиметра, свинцовая, на которой были сделаны надписи. Это вот действительно, ну, скажем так, более крупной находки в 21 веке не было, по крайней мере, это, так сказать, вполне себе тянет на находку столетий. Вот эта маленькая табличка, которую, видите, сложная в два раза, по всей видимости, носилась на груди. Вот так, как мы сейчас носим с вами, допустим, кресты, на символы. То есть, у нас есть параллельные, скажем так, похожие вещи. Действительно, такие таблички носили в древности. Более того, когда проанализировали табличку происхождения свинца, ну, происходит из греческих рудников Лаврион, представляете, то есть, там такие же есть, несколько более поздние, но вот люди носили. То есть, это не только для Израиля было характерно. Язычник, видимо, в виде амулетов, с какими-то там текстами своими, там, так сказать, магическими, как правило, да. Есть такие таблички с греческими текстами. А вот здесь интересно, значит, причем вполне совпадает с той датировкой, которую Зерталь сделал, то есть, это поздняя бронза, примерно с 1400 до 1200 года, значит, подтвердили, да, что свинец этот привозной Греции, на нем написан текст железным ребронзовым стилосом, вот, причем написан очень древним архаическим письмом. Табличка содержит 40 букв и 23 слова этого архаического письма, которое очень близко к древнейшему протосинайскому письму. И в нем дважды упоминается имя Божие, Ягвы. Или Господь, как у нас это изложено в нашем синодальном переводе, да, где у нас написано Господь, там обычно в еврейском тексте стоит, или Адонай, Господь, да, или Адонай используется при чтении как слово заменителя священной тетраграммы. Ягвы, которое означает сущий, вот если ООН в греческом переводе, да, имеющий бытие, имеющий жизнь, может быть переведено и как дарующий бытие, но это то самое имя, с которым Господь открылся Моисею при горе Синай. Открываем книгу Исход, 3 глава, 14 стих, Ягвы, да, вот имя. Как тебе имя, спрашивают? Моисей, и Господь ему отвечает, да, я тот, кто я есть. Так тоже может быть переведено это имя. Вот народ, соответственно, в третьем лице, он тот, кто есть, он Иисущий, называет дальше Господь именно этим именем. Чем оно еще важно для нас? Оно входит в состав имени Господа Иисуса Христа. Вот имя Господа может быть переведено, как Ягвы спасает, буквально. Вот эти первые буквы, да, они в имени Господа Иисуса Христа смогут. И вот эту табличку внимательно исследовали, причем там очень интересная история. Было исследование, была, значит, вот привлечена международная группа ученых. В Чехии оказалась лаборатория, в которой занимались томографией. Почему? Потому что пластинчику это боятся, открывать, нужно было изнутри прочитать, что там написано, есть ли там слова, да, только с помощью томографии. Не открывая ее, удалось, как говорится, прочитать. И вот, собственно говоря, получилось следующее. На этой табличке содержится текст проклятия. На русский язык можно примерно перевести вот так, как проклят, проклят, проклят Ягве, Господом, ты умрешь проклятым. И потом повторяется, проклятый ты непременно умрешь, проклят Господом Ягве, проклят, проклят, проклят. То есть это какой-то текст проклятия. Это не буквально эта цитата из книги «Второзаконие», о которой я вам говорил, да, мы с вами прочитали текст проклятия. Но очевидно, что это некоторый парафраз, причем по структуре он в виде параллелизма библейского, да, в форме хиазма, параллелизма в форме хиазма, да, то есть когда первая строчка повторяет четвертую, вторая симметричность третьей. Ну, как бы зеркальное отображение такое, да. И где оно найдено, эта табличка? Вот прямо на горе Гевал, то есть там, где стояли вот те самые племена. То есть мы можем реконструировать, предположить, что вот кто-то из потомков этих племен, а может быть это, можно сказать, то есть примерно у нас есть время, да, там 1400-1200, до начала Железного века, может быть кто-то из первого поколения как раз. Очевидно, потомки вот этих вот шести колен, которые стояли на горе Гевал и произносили проклятие, носили на себе такие таблички. Можно также предположить, что потомки шести колен носили на себе такие же таблички с благословениями. Почему я так подполагаю? Потому что у нас есть на самом деле табличка с благословением, правда гораздо более позднее, датируется 600-м годом, как раз прям после времени царя Осии найдено было около Иерусалима в захоронении как раз вот в Гиене, да, в Китехьяном, там в кладбище есть два серебряные свитка, вот, на которых как раз текст благословения, да, текст благословения, это знаменитые серебряные свитки, найденные вот уже больше 40 лет назад. Они хорошо исследованы, находятся сейчас в музее Израиля. на них текст священнического благословения. Священническое благословение как раз вот из пяти книжек, книги Левит, то есть он параллелен тому. То есть очевидно, вот этот свиток, он находился на груди у человека, да, и использовался в качестве тоже вот такого напоминания своего рода. Характерно, что-то здесь нету элемента какого-то, знаете, вот магизма, потому что язычники носили бы, и очевидно носили, вот, похожие тексты мы встречаем, какие-то магические, а здесь именно память, понимаете, напоминание о законе Божьем, напоминание о том завете, в который народ израильский вступил около Синая, и который был повторен там, в Сихеме, около Горегивал, на Горегивал, да. Значит, вот давайте посмотрим еще внимательнее с увеличением, как выглядит имя Ягвы здесь на прорисовке. Вот, оно записано здесь трехбуквенным образом. Вот верхняя стоечка у меня здесь показана, да, то есть Йод Хэй Ваф. Это первые три буквы из этого. Что это за письмо? Крайне интересная вещь, это близко к протасинайскому, письму, то есть древнейшему буквенному письму, которое только существовало. 15 век, это вот, скажем так, самая поздняя датировка возникновения протасинайского письма. Протасинайское письмо, как считается, было изобретено в среде рабов, семитов, разрабатывавших медные рудники на горе Синаи. Это местечко Сиробит Альхадим, найдено было еще в конце 19 века. Замечательный археолог Вильям Флиндерс Питри исследовал эти надписи. Письмо это уникально тем, что это практически первые буквы на алфавит. Все остальное является или иероглифическим письмом, или клинописью, или еще чем-то. Вот это древнейший пример именно буквы на алфавит, это когда одна буква означает один звук. Один звук. И дальнейшее все семитическое письмо и наше с вами письмо, оно восходит именно к этому написанию. Вот алиф в виде головы быка, отсюда альфа и наше А, например, возникло там. Бэйт это дом. Отсюда там наша буква греческая там бета, да, или вита, и наши боевые отсюда возникли. Ну и так далее. Ну и вот, что вот эти за буквы? На какие они похожи? Вот здесь достаточно хорошо видно, посмотрите, йод происходит от яда рука и похоже на руку, да. Значит, хей похоже, посерединка расположенная, похоже на человечка, такого пляжчего человечка с поднятыми руками. Посмотрите на табличку Палтийнаевского письма. Действительно, первое изображение это вот такой человечек. А что это написано? Халал, да? То есть, аллилуйя отсюда происходит. То есть, восхваление некоторое, да? То есть, это что за буква? Это акронимы. Акронимы. То есть, первая буква является какого-то слова, да? И некоторым намеком на идеограмму, вот на эту, от которого буква происходит. То есть, картиночка, да? Она же как бы от пиктограмм каких-то происходит, да? И означает слово. Вот здесь вот халилуя, да? Оно тоже будет как раз вот происходить от халала, да? Здесь и, наконец, вав. это слово, которое означало изначально колонну. Колонну какой-то вот. Колонна, поддерживающая что-то. Вот она имеет такую головку наверху, то есть, это капиталь какой-то колонны. Вот такие вот достаточно смешные картинки, да? Пиктограммы. Это уже не пиктограммы, это не просто рисуночки, это настоящее письмо, тем не менее. Это письмо, которое лежит в основе всех алфавитов. Собственно говоря, европейских и ближневосточных. Это древнейший образец, еще раз подчеркну. Древнейший образец этого письма найден на Святой Земле, который практически современен вот этим протосинайским рукописям, протосинайским письменам, которые мы достаточно хорошо знаем вот на руднике около храма Хадхор. Некоторые буквы похожи, некоторые не совсем похожи, но они очевидно отражают очень-очень ранний этап, самый ранний этап формирования. Вот Серебет Тель-Хадим, вот это местечко, посмотрите, храм Хадхор восстановленный, варианты дешифровки письма достаточно большие были. Серебет Тель-Хадим находится на Синай, не очень далеко, собственно говоря, от той самой горы Синай, где был заключен завет Господа с народом израильским. И вот здесь дальше идут очень интересные выводы из того, что я вам сказал. Во-первых, мы с вами получаем крайне интересные вещи с точки зрения археологических данных. Одним из аргументов того, что не могло быть написано Моисеем Иисус Новином этот текст книги Второзакония Иисус Новином. А каким они письмом-то писали? Ну, что там, был письмом? Было. Иероглифы были египетские? Да, были, мы знаем, уже за тысячу лет, 3200 лет табличка Нормера, где уже есть иероглифическое письмо. Какая еще была в это время письменность? Была Шумера Аккадская клинопись, был свой вариант письменности в это же время, 15 век, в Угарите, это мысль Шамра современной Сирии, севернее гораздо, но это все другое письмо, а вот буквенное здесь возникает. Писал ли Моисей иероглифами? Вы знаете, у нас нет оснований видеть под текстом, древнееврейским текстом пятикнижия, египетский текст, он бы оставил какие-то следы, это текст, который сразу писался на еврейском, он не переводился, не перекладывался, а египетский текст, которым большое количество иероглифов, он носит достаточно специфические такие вот формы оборота, следов которых у нас нет, все египетские слова, которые есть в этом тексте, заимствованы из реальной истории, то есть это имена персонажа, или общения, или еще что-то, ну вот вроде как имя Патифара, там да, Падепаро там, да, или Осинефа, супруги Иосифа, Осинет, типичные египетские имена, то есть получается Иисусу на вину, даже как и Моисею, было чем писать, у нас есть уже к этому времени алфавит, если раньше, вот до этой находки связь между надписями в Синайских родниках и запись Священного Писания оказалась гипотетической, почему вы увидите распространенную в учебниках датировку время возникновения еврейского языка, ну там 9 век, никак не раньше, ну где Моисея, где 9 век, да, то здесь картина выглядит совершенно по-другому, значит, во-первых, во-вторых, еще одна очень важная вещь, о чем мы с вами говорили, а могла, могла ли бы вот эта вот второзаконическая история, включающая себя, второзакония книгу Иисуса Новина и историю до царя Иосии быть написана в Иерусалиме в 7 веке? Можно задать несколько вопросов, ну, во-первых, если Иосия и его окружение вот сидели, выдумывали в Иерусалиме в 7 веке историю про жертвник, благословение и проклятие на горе Гевал, во-первых, зачем они это делают? Зачем им давать аргументы своим оппонентам в руки? Потому что Сихем это оппозиционное место, с которого в Сихеме, как вы помните, раскол начался на северно-южное царство, там не принимают посланников сына глава Нарваама, изгоняют их по шатрам Израилев, Израиль, что нам с Энедавидовым, то есть это место постоянного противопоставления Иерусалиму. И тут вам дается такой аргумент в руки, у вас самый древний жертвник на горе Гевал, то есть с точки зрения психологии человеческой практически невозможно. Лучше про него забыть, это жертвник, что-нибудь какую-нибудь историю, ну хотя бы про селом писать, ну про что-то еще, но только не про Гевал и не про Герезим. Это во-первых. Во-вторых, во времена Иосии жертвник на горе Гевал давно забыт. Уже существует жертвник на горе Герезим. Уже сотни и сотни лет как жертвник на горе Гевал заброшен. Он седая древность для Иосии. Провести археологические раскопки там, во-первых, не могли, а во-вторых, даже если бы и захотели, ну они бы оставили следы, там следов нет сократия. То есть жертвник, как он был заброшен в позднем самом бронзовом веке, так и оставлено тронутым. Это раскопки показывают нам. То есть, времена Иосии, нет никаких оснований выдумывать историю про жертвник на Гевал. ни психологических, ни политических, и как мы видим, исторических тоже нет причин для того, чтобы, как говорится, придумать эту историю, ну или там что-то такое-то сказать, там описать. То есть, Иосии мог получить вот эту информацию только откуда сам из священного писания, ну или от людей, которые читали священное писание времена Иосии, тем не менее, находились еще люди, знавшие закон Моисеев, читавшие его и писавшие, да, почему этот цикл до нас дошел. Поэтому вся вот эта довольно хлипкая, так сказать, конструкция, на самом деле, о позднем происхождении второзакония, при столкновении, ну вот, с реальностью, когда мы видим, скажем так, массу археологических фактов, просто критики не выдерживает. Конечно, может последовать, опять же, так сказать, встречная критика, а тот ли жертвенник, является ли он еврейским, правильно ли он датирован, разумеется, это все будет еще однократно проверено и будет уточняться, но, вы знаете, с точки зрения логики должна все-таки и научного исследования действовать определенная система, которую мы называем лезвие макама, то есть, нужно умножать сущности без необходимости, если у нас открывается историческая картина, которая достаточно хорошо известна из важнейшего текста, нужно ли придумывать какую-то параллельную реальность, которую, тем более, мы не можем обосновать с точки зрения археологических и исторических фактов, очевидно, нет, поэтому, то, о чем я вам сейчас поведал, рассказал, имеет, конечно, очень большое значение. Ну, а мы с вами еще поговорим о создании системы алфавитов и как это связано с Священным Писанием в другой раз. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok